Приветствую всех друзей, вы на канале Шедриллплей, меня зовут Дмитрий, друзья, мы продолжаем с вами Red Dead Redemption 2, находимся в Анансберге, потому что ехали в прошлой серии в этот район, а что у нас тут красное все? А, здесь нас все равно разыскивают, подождите, что такое? Сисика, а это тюрьма походу, да? Туда, куда мы летали. Да, нас тут разыскивают в любом случае, хотят убить, в общем, как обычно, все нормально, ничего не меняется, если хотят убить, значит мы еще живы. Это здорово. Поехали, там кто-то с нами хочет поговорить в лагере, я уже забыл, кто именно. Кто мою лошадь видел вообще? Лошадь. А, вон она. Чего не откликаемся? А, она просто выйти не может, понятно. Лошадиные терки, тоже понятно. Так, главное, сейчас на свою лошадь сесть, а потом сейчас начнется преследование, штрафы. На самом деле, просто недоразумение какое-то было. Ну что, поехали. В прошлой серии мы начали помогать индейцам. Наверное, в этой серии также продолжится эта история, хотя у нас сегодня абсолютно кардинально другие квесты. Будем помогать дачу заниматься дестабилизацией, блин, что за темнотищина такая в регионе. Нужно наделать шуму побольше, чтобы отвлечь внимание от нас, так как нас все разыскивают. Дач много чего натворил. Ну, собственно, что рассказывать, если мы это все видели с вами в прошлых сериях. Оставаться, конечно же, нам здесь нельзя. Все идет к концу. Правда, пока к какому, неизвестно. Артур стабильно болен. У него все так же все плохо. Так, подождите. Лучше перестраховаться и что-то взять, наверное, вновь. Мало ли что. Что там за квест нас ожидает еще? Ну, помощь индейцам считается благородным делом. По крайней мере, так считает Артур, что наконец-то он может искупить грехи свои. Так, мы приехали. Ура. Кто здесь квест мне хочет дать? А где все, я не понял. Интересно, сколько еще вечеров мы тут проведем? А, вот все. Добрый вечер. Наконец-то этот чертов день закончился. Да, здесь не очень все счастливы, как я вижу. Все, песня кто-то орет тут у нас. Нам подпеть надо, наверное. Хавер. Ты ко мне что делать? Почему кое? А, это не он, блин. Ай, бьёс, ну ай, ремедио. Ай, бьёс, ну ай, кедао. Трейлани. Вот кто кое-то должен дать мне. Джосайя? Тонкая суться певеров. Я-я. Снова уходишь? Да, уже ухожу. Я скоро вернусь, возможно. В смысле? Ну, на твоем месте я бы тоже исчез. Всему этому уже конец. Но я вернусь. Нет, не вернешься. Давай уже не притворяться. Убирайся отсюда. Я буду скучать по тебе, Артур. Ты был нехорошим другом? Давай без сантиментов. Иди скорее, пока тут все тихо. Даю тебе на это свое благословение. Спасибо, Артур. Еще минус один ушел. Тебя искал твой друг. Мистер Морган. Добрый день. Как самочувствие? Получше. Надеюсь, что так. Чем могу помочь? Мне жаль, что снова приходится спросить вас. Но мне кажется, что я добился успеха на мирных переговорах. В самом деле, думаю, что да. Полковник Фейерволс согласился встретиться со мной, чтобы обсудить и попытаться устранить наши взаимные претензии. Да, я уже сбился со счета в попытках почитать, сколько он меня обманывал, но, быть может, на этот раз, наверное, он хочет мира. Зачем ему еще больше унижать нас? У нас есть два слова для таких, как он, но они неприличные. Может, вы выполните мою последнюю просьбу? Моим людям запрещено носить оружие. Знаете, вы хотите, чтобы мы просто... Да, там будет много скучных разговоров и церемоний. Но мне кажется, что если со мной будет не только люди из племени, у них будет меньше возможностей солгать или что похуже. Поможешь, Артур? Это меня не касается, брат. Я знаю. Но касается меня. Сделай это ради меня, Чарльз. Я спас тебе жизнь. Сделай это ради меня. Ладно, сделаю, пошли. Вы перед ним в долгу, пусть он проведет за вас переговоры. Идем. Нам опять ехать в поселение индийцев или как? Сюда мы в прошлой серии раз пять прокатились оттуда туда и обратно. Может, уже как-то быстренько доставят меня уже. Это моя лошадь, хоть моя. Сюда я назначил здесь встречу. Следуй за падающим дождем. Я не был уверен, но... Спасибо вам обоим за это. Вы уже так много сделали. Для нас. Да ради бога. Надеюсь, что никто меня не узнает. В последнее время я и так часто натыкаюсь на армейских. Жаль, что мы выпустили ситуацию с под контролем. Дальше не нужно было вмешиваться. Мой сын сам принимает решение, иногда во вред себе. Я просто надеюсь, что смогу договориться с полковником Фейлфорса. Я не прошу о многом. Но когда наш народ страдает от голода и болезней, и мы узнаем, что лекарства и провизию сознательно удерживают, как мы можем не считать это своим личным делом? Когда они уничтожают нашу святыню? Как не убедить парящего орла и всех остальных, что они не должны сопротивляться? Может, именно поэтому они так и поступают? Потому что хотят, чтобы вы начали войну? Чтобы они могли сказать, видите, как ведут себя эти дикари? Возможно, Артур, спасибо за то, что помогли капитану Монро добыть вакцины. Он будет навстречу. И расскажет, как обстоят дела на самом деле. Я все еще надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению. Воу, отлично. Я думаю, неужели ехать опять? Аж туда! Просто как бы прошлая серия у нас была «Пойди поговори с тем, пойди высади того». А это полкарт. А местность-то уже пустовато. Побочные квесты закончились. Поэтому это просто была езда на лошади. И вот теперь начали вставлять ставки. Ну, это правильно. Это логично. Просто уже за 100 часов наездились, наверное. Так. Может, стоит выбрать удобное оружие? Я думаю, всегда стоит выбирать удобное оружие. Редкий дробовик. Редкая винтовка. Я не знаю, что именно взять. Магазины, может. Так возьмешь в руки его. Мы прибыли. Переди мои люди. Привет. Ну, привет. Ну, привет. На языке Алла Кота. Эти люди наши друзья. Поехали дальше. Сюда. Что за переговоры какие-то странные. Посреди леса. Слушай, комары. Или еще что похуже. Ладно. Не буду привязывать. Может, бежать придется. Мало ли, чем эти переговоры у нас закончатся. Полковник Фейборс. Капитан Монро. Мы пришли с миром. И снова здравствуйте. А эти двое кто? Они друзья моего народа. Интересные у нас друзья. Да, они никому не причиняют вреда, нет? Надеюсь. Послушайте, мистер... Бождь. Да, мистер. Я не могу обращаться по этому нелепому титулу. По-английски меня зовут Падающий Дождь. Да, 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 конечно. Я уверен, они делают. Слушайте, мы тут все американцы, и мы все хотим решить эту проблему. Но, если честно, я ничего не понимаю. Ваши люди, по-моему, просто-напросто преступненькие. Нарушают каждый заключитель нами мирный договор и мешают всем жить. Я горжусь тем, что я являюсь джентльменом. Реально, я делаю. Но всему есть предел. Так, Артур сейчас помрет здесь. У вас все нормально, мистер. Кто-нибудь, Джексон, уведите его. На чем я остановился? На том, что вы джентльмены не всегда. Вы шутите, сэр? Сюда, приедем. Капитан Монро я спросил, вы шутите? Нет, сэр, не шучу. Вождь, дождь. Вообще-то, падающий дождь. Именно. Вождь, дождь, дела. Какой у тебя кашель? Да. Жди здесь. Я принесу чего-нибудь, все в порядке. Спасибо. Нет, нет, ты же знаешь, она даст Монро под трибунал или хотя бы попытается это сделать. Он его опозорит. Монро, он хоть и из Респоинта, но похоже человек неплохой, а что с ним такое? Ты же знаешь Фейероса. Просто он считает, что так надо. Потому что он думает, что Монро чей-то агент и шпион. Он убежден, что Монро как-то связан с похищением вакцин. И думает, что Монро заставит его пойти на уступки индейцам. Поэтому он хочет устранить Монро. Каким образом? Фейерос хочет, чтобы его судили за измену и повесили. Какое Фейеросу дело до индейцев, не пойму. Он никогда никому не уступает. Сделает себе на этом карьеру, да и все. Ты же знаешь, что про него говорят? Фейерос, который дал стрекача человек опоздавший к битве. Бедный Монро. Он мне даже нравится. Понимаю. Но все равно, он был какой-то высокомерный, и ваши люди нарушили договор. Этот договор аннулирован. Мне поручено заключить новый договор. Теперь нормально? Да, теперь нормально. Пошли вперед. А земля, которой вы сейчас занимаете, принадлежит правительству Соединенных Штатов. Почему это так сложно понять, сэр? Почему? Всего доброго, полковник Фейерос. Встреча оказалась на редкость непродуктивной. Полковники, я боюсь, что по требованиям федерального правительства были вполне четкими. Властям нужен мир, мир для всех. Я не считаю, что договор никто не нарушал. Ах, вот как сэр. А нужен ли властям офицер, публично проявляющий неповиновение? Это же часть правительственного плана, сэр. Вы оскорбляете меня. Вы оскорбляете полк. Арестуйте этого человека. Арестовать меня за неповиновение. За невыполнение приказа. За измену. Вы в своем умеет, а вы украли вакцину. Вы сорвали переговоры. Отпустите его. Это уже ни в какие ворота не лезет. Капитан Ван Ро, пойдемте. Амиго, я на твоем месте захлопнул бы пасть. Я не хочу убивать этого человека, но придется. Чарльз, капитан Ван Ро, по лошадям. Надо выезжать. Артур, идем. Да идем, идем. Тебе с рук это не сойдет, понял? Поехали. Ребят, побыстрее. Спасайтесь вместе с капитаном. Да мы делаем это. Как удачно у него кашель. Напал, да? У Артура. Что у нас в руке? Нож? Смешно. Я не могу стрелять в этих людей. Да, но мы-то можем. Если не мы, то тогда они. Капец, куда ты едешь, Артур. Я здесь. Помоюсь, все нормально. Так у меня такое что съесть. Ё-моё. Защищайте капитана Монроу. Пытаюсь. Вперед, найти укрючу. Защищайте Монроу. А, они пытаются вас убить. Я дал клятву. Походу, я лишился своей винтовочки. Которая удобная. Сзади. Нет у нас плана. Плохое ружье взял. Как вообще до этого дошло? Спокойно. Готово. Готово. Блин, они бессмертные, что ли? Наконец-то. Еще пожаловали, держитесь. Блин, они со всех сторон пожаловали. Сиди места Моргана, не могу стрелять по ним. Да, я понимаю. Я зато могу стрелять по ним. Они нас окружили вообще-то? Готово. Готово. Да сдохните вы уже. Уходим, капитан Монроу. У меня есть лошадь, между прочим. Садитесь на лошадь. Так, шляпу мою сбили, правда. Но ничего, у меня еще сто штук есть с собой. Запрыгивайте, капитан. Не надейтесь слишком, что я хороший водитель, поэтому... Давайте еще раз попробуем. Сделаем вид, что этого не было. Так, поехали. Теперь дать, наверное, на магазины перейдем. Я чуть не успеваю, малось. А че я не могу быстрее ехать? Потому что квест. Хорош. Кажется, погони нет. Все живы? Не реально. Сложно сказать. Что будем делать дальше? Ну, надо уезжать вам, вернее, как можно быстрее. Мы доставим вас на станцию. До сих пор не могу поверить в это. Я же всю жизнь служил в армии. Я подслушал их разговоры. Вас собирались повесить за предательство. Вы не должны погибать из-за других дураков. А вождь? Мы делаем все, что в наших силах, наверное. Рапорт я подать не смогу. Да, пожалуй. Вам олене нужен? На дорожку. А вот и поезд. Как удобно-то получилось. У нас все удобно получилось. Послушали удобно. Поезд как раз ждет нас. Ну, удачи. Не знаю, куда вы поедете. В своем... грязном мундире. Вы изжираете, капитан Монро. Боюсь, теперь уже просто мистер Монро. Жаль, что вашей карьере пришел конец. Вот, держите. Немного денег. Берите и уезжайте отсюда. Начните новую жизнь в другом месте. Говорят, на Таите хорошо. Спасибо. Садитесь на поезд до Сен-Дене, а дальше на корабль. Только на гармоне суетесь. Куда? Неважно. Там нечего делать. Увидимся в лагере. Мистер Морган. О, сестра. Как ваше самочувствие? Лучше не бывает. Что тут делаете, сестра? Я направляюсь в Мексику. Тоже бежать? От кого-то. Меня наконец отправили с миссией. Брат Доркинс умирает от записти. Что случилось с вами? Я... Умираю, сестра. Хорошо. Вот когда у меня туберкулез. Я родился. Когда избивал человека до смерти. За несколько долларов. Я прожил плохую жизнь, сестра. Мы все прожили плохую жизнь, мистер Морган. Все мы грешны. Но я вас знаю. Не знаете вы меня. Простите меня, но... В этом и проблема. Вы не знаете себя. Это как понимать. Да как хотите. При каждой нашей встрече, вы всегда улыбаетесь, помогаете людям. У меня был сын. Он умер. Была девушка, которая меня любила. Я растоптал эту любовь. Мама умерла, когда я был еще ребенком. А отец... Он умер у меня на глазах. И я был этому страшно рад. Мой муж умер много лет назад. Жизнь полна боли. Но есть не так же любовь и красота. Что мне теперь делать, а? Будьте благодарны за то, что впервые... Вы ясно видите свою жизнь. Ну да. Может вам стоит помочь кому-нибудь? Помочь ближнему всегда приносит... Приносит счастье помощь ближнему. Но... Я до сих пор ни во что не верю. Я и сама... Верю не всегда. Но потом встречаю кого-то, такого как вы... И все становится на свои места. Вы слишком умны для меня, сестра. Наверное. Я просто боюсь. Вам нечего бояться, мистер Морган. Допустите мысли, что любовь существует. И пусть она диктует ваши поступки. По вагонам! Не попытаюсь. Я знаю, что попытаетесь. Прощайте, мистер Морган. Пока, сестра. Пока, сестра. Сорок долларов. Это Монро хватит доехать до Таити. Это неплохо. Учитывая, что у нас выполнено задание. Используйся при этом установленное здоровье. Выполните с меткостью не менее 75%. Выполните 9-30 минут. Убегая лошадь, преследователь во время побега. Убейте лошадь преследователя во время побега. Отсушить за задание такое жестокое. Убейте лошадь преследователя. Ну там убили какую-то лошадь. Это не я был. Я еле со своей лошадью целил. Ладно. Куда далее? А далее опять что ли к этому? К Хэммишу. Боже, Хэммиш. Ты синий успокоишься. Появился ты. Смотри-ка. Опять утриться пораньше со своими квестами. Так, где-то моя стоп. 155-я шляпа, которую я теряю постоянно. Что, опять охотиться? Пойдем. На кого на этот раз? На дракона. Просто мы уже убили волка. Очень опасного. Так, винтовка. Спрингфилд. Давайте с этим пойдем. А что там за... А что там за знак? А что это такое? Куропатки. Куропатки. Хотя выглядит нормально. Понятно, что требуется чистка. Я им практически не пользуюсь, а магазины в основном пользуюсь. Да, нет. Состояние, да, требует... Легкой обработки. Магазинный карабин вообще я уже, наверное, серии 20 не чистил. Ладно. Что мы тут подстрелили? Нам только сердце нужно, да? А перья? И перья есть. Ладно, поехали. А то охотник и исчезнет. Это, в принципе, последний, кто дает нам еще дополнительные квесты. Так, ну тут магазинный, кстати. Мы с ним часто постреливаем. Состояние вообще убитое. Это оружие в плохом состоянии. Да я понял. После всего пережитое удивлен, что она вообще стреляет как-то. Ну, хорошо. А и что за дымок? Поднимается над лужайкой. Кто там у нас? Здрасте. Привет, мистер. Ладно. Поехали к охотнику, пока он не передумал. Ну, утром только принимает. Гостей типа нас. Днем уже все. Или вечером. Что, доехали или нет? Ох, еще ехать. Это здесь же волки бегали, да? Ну, походу, да. Так, я успел. Я успел спокойно. Возьми с собой оружие. Оно с их два. Я пришел опять. Ох, руки в крови. Привет, Хэмиш. Арту, заходи. Ну, как поживаешь? Отлично, спасибо. Значит, все в порядке, да? Здесь можно жить? Далее от цивилизации. Цивилизации? Да, я видел, что цивилизация, технический прогресс могут сделать на войне. Прогресс. Ну, в общем, это не всегда прогресс. Кроме того, я тут не один. Я в хорошей компании. Какая же из меня... Посмотри. Помнишь, как я его поймал? Да. Я знаю, что ты про него не забыл. Он по-прежнему мне снится. Да, у меня тут кругом природа. И я буду наслаждаться ею, пока могу. О, они не соврали. Что это такое? Что опять? Прямо там у сортира. Хе-хе, смотри, какой кабан. Слушайте, к нему все... Все звери к избушке приходят. Вчера я видел коров. Но я не думал, что они такие звери здесь ходят. Нужно с ним разобраться. Ладно. Что ты делаешь? Черт, мне казалось, что я попал. В погоню. Я за лошадью. А я куда? Убейте кабана. А если бы нечем было стрелять? Я сейчас его не вижу вообще-то. Прекрасно. Кабан сейчас лифчик называется, блин. Ищите следы кабана на местности. Листик попал в глаз, понимаете? Куда он делся? Я привел лошадей. Поехали. Боюсь, что я его упустил. Не волнуйся, следы ведут туда. Ну же. Видишь, что тварь? Большая, как бизон. И бегает быстро. Да, но мы его возьмем. Да, он прошел здесь. А еще он счастливчик, между прочим. Свиной навоз. Он проходил здесь дважды. Что будем делать? Ну вот, он был на этом холме справа. И прошел по этому напротив нас. Но я не пойму, какой след более свежий. Давай разделимся. Ты наверх, а я пойду вперед. Ладно, удачи тебе. Ищите следы кабана на местности. Ладно, ладно. Он у меня хоть не забодает? Может, кабан? Где тут следы кабана? Вижу. Смотрите убитого волка. Ты тоже кабанда? Слышите? Мне надо, наверное, перестраховаться. Мне нужен, наверное, очень мощный дробовик. Потому что я не знаю, как он себя дальше поведет. Разодранный волк. Понятно, что это не кабан. Кто стрелял-то? Хэмиш. Черт, он идет за ним. Узнайте, как дела у Хэмиша. Я думаю, не очень. На самом деле, дела у Хэмиша. Кстати, патроны заканчиваются, между прочим. Поэтому надо бы как-то заехать в оружейную лавку и накупить патронов. Впервые за игру у нас заканчиваются патроны. Ну и где Хэмиш? Ё-моё, сейчас уж выскочит. Из ниоткуда. О боже, нет. Все, Хэмиш, тебя догнали, я вижу, да? Да охотился. Да охотился. Черт. Хэмиш. Лошадь сбросила меня, этот черт-то в кабан сразу напал. Знакомая ситуация. У нас так всегда происходит. Возьми Бьюэла, ладно? Он хороший конь. Правда, упрямый. Но сильный. Кабана, убьем. Хэмиш. О-оу. О-оу. Убил с третьего раза. Красавчик. Мы справились с ним, старина. Задание выполнено. Все, у хижины Хэмиша замечен огромный кабан. Так а с Хэмишем, что мне делать? Забрать трофей. Гигантский кабан. Клык кабана. Сменить шляпу. Попросил забрать лошадь. Бьюэл. Бьюэл. Куда мне ее девать? У меня мест нет в конюшне. Ну, поехали. Давай, Бьюэл, идем. Так, подожди. А кабана обработать? Шкуру снять, не? Подожди. Да нет, шкуру нельзя с ним. Со свинки. И Хэмиша не похоронишь. На память его шляп примерить. Так, чтобы в коллекцию добавилось. Ну, ладно, все, поехали. Все, Просковья, следуй за нами. Куда нам дальше ехать, даже не знаю. Так, а дальше нам ехать... В принципе, можем сюда вернуться. Все равно у нас остались только два квеста. Связанные с Микой. И, собственно, дач. А так нельзя как-то срезать? Наверное, нет. В розыске, живым или мертвым. Как-то необычно на другой лошади ездить. Я уже привык к Просковье. И знаю все сильные и слабые стороны. А тут, видите... С поворотом иногда бывает. Отвезу ее в лагерь. А раз Хэммер сказал, что лошадь хорошая, то пусть будет у нас в хозяйстве. В конюшне не повезу, а в лагерь можно. Тихо. Эй, ты, что ты здесь делаешь? Е-мое, попался. У нас тут человек Вандерлинда, прикончите его. Вот повезло, что так повезло. Ну что, Бьюэлл, походу... Походу тебе... Придется пройти первый испытанец. И ездить намного быстрее. Он уже, правда, сдох. Так, там бы как-то объехать... По мосту. Что они тут делают? А куда у меня метка появилась? Не могу понять. Куда ее поставил? Е-мое, ехал в лагерь, метку поставил вообще фиг знает куда. Да, и из-за этого... Получилась небольшая ерунда. Ну, бывает. Ну, просто неудержимые какие-то. А вы так умеете? Думаю, нет. Оттуда роды. И убиваешь вас. Ого, я попал. Хе-хе-хе. Так тут 20 человек их. А лошадь у меня вздохла. Все объявил. Прощай. Ты была хорошей лошадью. Нихрена себе. Пошел вон. Это слишком много. Их слишком много. Нет, я не буду рисковать. Просковьей. Это не Просковьей. Это чело что-то было. Не знаю. Меня... Меня зажали просто. Просто зажали. Ну, а что я могу сделать? Было 3 законника. А потом из-под листвы вырезало еще 12. Так бывает. Все, Бьюилл. Ты, надеюсь, ты выжил. Видите? Сел не на свою лошадь. Принесло несчастье. 150 долларов. Все-таки нельзя садиться на чужих лошадей. Да, Бьюилл? Да, я все равно на тебя сяду. Я обещал твоему хозяину. Если это ты, конечно. Да, жесть, конечно. Что делали законники в лесу, скажите? Еще и перепутал маршрут. Ну, бывает, конечно. Ладно, дайте, Бьюилл отвезу. Надо вздремнуть. По идее, тут можно отстреливаться. Как тебе? А, у меня все оружие забрали, что ли? А, это не... Подожди, это же не моя... Подожди. Где мое оружие? А, это не мои сидельные сунки. Это же не моя лошадь. Ну, да. Точно, моя жена после конюшни станет. Поэтому поехали. Я тебя доставлю в лагерь. Можно здесь стреляться сколько угодно. Я пытался аж избежать насилия, чтобы штраф был небольшой. А тут же штраф же стопроцентный всегда. В этой местности. Блин, да задолбали вы уже. Ну, ей-богу, блин. Теперь еще следующие дебилы. Так мне нечем отстреливаться. А почему законники Мерфри не ловят, не могу понять. Тоже правосудие? Как и у нас. Односторонние. Ну, где вы тут? У меня даже нечем вам... Выходите, уроды. Ох, меткость у Мерфи, блин. Ни хрена не вижу. Но они меня видят. Пипец. Давайте еще меня этот убьет сейчас. Кто-то бомжи еще перестреляют нафиг. Лучшего стрелка на Диком Западе. Он еще... Что, что, что? О, привет, бомжара. Сейчас еще убьют. Здесь охотимся только мы, да? Рад за вас. Еще и без оружия оказался, блин. С этой лошадью, блин, проклятой нафиг. Говорят, не садись на лошадь мертвеца. Реально, аж есть такое, аж поверь. Нет, блин, сел. Дважды убивают уже. Ох, я не привык стрелять с пистолетов. Особенно с такой перезарядкой. Что, призраки, что ли, да? Охренеть просто. Люди, что происходит вообще нафиг? Я не знаю, где они. Только они меня видят. Я не могу их видеть. Отлично. Никогда не садись на лошадь мертвеца. Никогда, блин. А это реально мертвецы. Долбанный пистолет. Ты будешь перезаряжаться, нет? Охренеть просто. Что тут, армия, что ли, или что? Что? Жесть. Куда он делся? Последний оставшийся. А то роды, блин. Пасковий, может, давай на тебе доедем до лагеря? А то, что мы не доедем до лагеря. Чуть бомжи не убили. Консервированные фрукты. Конечно, не фрукты, но все же. Ой, как весел. А это просто так, блин. Ладно, все, пошли. Лошадь Бьюэлла. Я все-таки обещал. Скажите, дайте мне нормальное оружие. Столько неудач, блин, конечно, я не знаю. Я не помню, чтобы столько неудач было-то. За одну ходку. Ты меня в последний раз убивали. Вот так вот законники зажимали. Да никогда. А чтобы бомжи засунули в яму какую-то. Поехали, лошадь Бьюэлл. Хэммиш, как ты на ней ездил? Я должен ее доставить в лагерь. Любой ценой должен доставить в лагерь. Мочитесь. Да, я хоть возьму восточную индейку с собой. Бьюэлл. Нам долго ехать к этому лагерю? Все, привез лошадь хорошую. Стоять. Все в порядке? Да все в порядке. Только привязать боюсь, чтобы не убиться только. Мисс Гримша, мне страшно. Такое чувство, что сейчас... Обычно я не боюсь, но сейчас такое чувство, что рано или поздно все рухнет. О, Артур, я боюсь. Пора от тебя, я сделаю все, ты это знаешь. Мисс, все будет хорошо, уверены? Нет, но я уверена, что у вас все будет в порядке. Что, ну, я что еще уверена? Что все... Очень горжусь вами, да. Вы стали замечательной женщиной, у вас все будет хорошо. Я просто это знаю. Что-то она там светит. Если вас Гримша не застрелит, мисс, то у вас все будет хорошо. Так, где моя индейка? Так, надо держаться от этой лошади подальше. Все, Бьюэл ушел. Блин, это что-то с чем-то. Таких приключений с лошадью у меня еще не было. Куда я индейку дел свою? Ну, правда, меня ударила не она, но все же. Приключения продолжаются, да? Охренеть просто. Может, я пристрелить? Ну да, она тупо убегает нафиг. Это я привез в лагерь, привязал. Вы потеряли шляпу. Верните свою лошадь или гардеробу, чтобы ее вернуть. Я свою шляпу потерял уже 384 раза. Лучше расскажите, как моя шляпа появляется постоянно на лошади. Это жесть, конечно. Я не уверен, что мы сейчас доедем. Ну, я пытаюсь это сделать. Походу, индейку мы не подобрали, да, я так понимаю? Да, я, наверное, где-то ее бросил. Еще одну лошадь припарковываем. Если это возможно, конечно. Ты же ее привязал. Какого хрена она отвязалась? Я говорю, привязать надо лошадь. Блин, ну что за ужас-то какой-то с этой лошадью. Больше никогда в жизни ничью лошадь не возьму. Мне она не нравится. Привяжи ее уже наконец-то. Просто привяжи. Все, давайте про нее забудем. Ужас какой-то. Так, Просковья. Ты лучшая лошадь на свете. Уже две привез. Такие. Так. Ну, извините. Куропатка не доехала. Дайте мне вздремнуть. Жесть какая-то. Просто с этой лошадью что-то валяется. Вставай, Карен. Че надо? Кто кричал? Не знаю. Какой-то дурак кричал. Да, мне бы поспать бы. Как ты, друг? Лучше не бывает. Датч. Ты его очень огорчаешь. Ты в курсе? Ты знаешь это? Это он велел тебе сообщить мне об этом, друг? Нет. Нет, но я знаю. Но я знаю. Датч и этот его глупые прихвости. Они нас всех до одного угробят. Теперь мне это очевидно. Я сейчас вижу. Че ж, надо было раньше это понять. Здрасте. Как ты делаешь? Как ты? Я думал о даче и парящей морле. Это все плохо кончится. Больше мы с этим ничего не можем поделать, поверь. У меня был ужасный день. Мне надо вздревнуть. Пихал просто ужасающий день. Спать. До следующего утра. Вместе со своим ружьем. Да. Я думал, не довезу эту лошадь в лагерь. Новая запись в дневнике. Новая, 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 новая запись. Снова повстречался с капитаном Монро. Хороший человек, сложив ситуацию. Его занесло далековато от Винспоинта и Вашингтона. Его волнует судьба индейцев, отношение с СССР и не складывается. Я помог ему раздать вакцины, потому что, ну, это мы с вами слышали. Армия США преподнесла еще один неприятный сюрприз. Я не ошибся. Полковник, под началом которого находится местный полк, презирал капитана Монро и хотел его убить. Мы с Чарльзом спасли Монро, а попутно, скорее всего, сковеркали ему жизнь. Надеюсь, он сумеет хоть где-то найти покой. Посадив его на пояс, я столкнулся с той самой монахиней, сестрой Кальдерон, которая отправлялась в Мексику. Она поделилась со мной горькой правдой о жизни в этом мире и о возможной жизни следующей. Может, мне теперь есть на что надеяться. В общем, это звучало очень красиво и помогло мне избавиться от терзавшего меня страха. Хэмиш умер. Мы охотились на кабана, и кабан победил. Во всяком случае, Хэмиша. Он мне нравился, но что важнее, я ему восхищался. Он себе не жалел и точно понимал, какое место в мире ему отведено. Это был мужчина, каким мы все мечтали бы стать, если бы не были такими придурками. Хэмиш отдал мне Бьюэла, своего великолепного жеребца, чтобы я за ним присмотрел. Я выполнил просьбу Хэмиша, но на этом просьба окончена. Тяжеловато нам пришлось с Бьюэлом. Так, выбрать другую одежду. Костюмы верхние. Главные уборы. Хляпа Артура, Панамская. Плантатора. С пулей. Шлем викинга, пехотинца, Невада. Дать Неваду. Под костюм подходит. Так, поехали к Микки. Там что-то с динамитом было связано. Мы так и будем вращаться в этой области. Привет, Мэри Бет. Каждое утро жалею, что проснулась здесь. Ну, Праскова, я поехал. Так, сюда. Праскова, это лучшая лошадь, если ты не знаешь этого в мире. Ну, еще три есть, конечно. Те, которые у меня в стойле стоят. Ну, там сложная ситуация. Они меня уже забыли, поэтому могут сбросить. Так, лучше держи что-то в руках. Как обычно, в свой магазин. Карабин. Ну, ладно. Сейчас знакомая деревня какая-то. Это не Би-Верху? Ну, конечно же. Нет, не то. Тут много деревушек. Ну, да, мы проезжали. Да, не боитесь вы, не буду я вас стрелять. Видите, как с Прасковой легко. Хоп, перепрыгнули. Хоп, хоп. Там я вообще не знал, что делать. Чуть Мерфи не убили. Ну, это ужас какой-то. Три бомжа. Че-то Мика придумал. Кого там, кого нам там взорвать-то хоть надо? А что за здание? А, это, собственно, нам сюда. Вот он, старый чахоточник Морган. Заткнись. За тобой никто не шел? Не понял. За тобой никто не шел? Ты знаешь, с кем ты разговариваешь. Не совсем. Я больше ни в чем не уверен. Я знаю, что куда бы ты ни пошел, там оказываются законники. Да неужели? А вот мне кажется, что с тех пор, как ты с нами, нас преследуют неудачи. Постоянно что-то затеваешь, нашибтываешь дачу всякое. Сдается мне, что где-то там и пик... Кертоны, ну и наоборот. Так что лучше следи за своими чертовым языком, приятель. Не то... Не горячись, ковбой. А то еще подорвешь себе здоровье такими темпами. Митка, заткнись. Он сам начал. Дач хочет, чтобы мы придумали, как отличь внимание щей. Нужна взрывчатка, чтобы подорвать мост. А то на несколько дней уберет отсюда военных. Смекается, что это чертовски плохая идея. Не думай, что Дача сильно заботит, что тебе кажется. Это я знаю. Надо еще раз одурачить их напоследок. Потом мы с ним двинем в блокуаутер, заберем деньги и поможем всем уехать. У него корабль на готове. С блокуаутером ничего не выйдет. Это знают все. Даже такой алчный болван, как ты. Это решение дачи, Артур. А ты всего лишь хороший стрелок, как и все мы. Только вот ты прихворнул. Я в порядке. Тогда ты сделаешь то, что дач просит. То есть ограбишь дилижанс, который едет из Анецберга. В котором полно взрывчатки. Ограбить дилижанс. Мы только и делаем, что крабим дилижанса. Ты да я. На этот раз да. Мы вдвоем, а мне надо кое-что продумать еще. Вы справитесь, парни, черт. Придется так. Идем, Артур. Кстати, пастушок. Не напрягайся. Тебе не помешало бы отдохнуть? Ладно, поехали. Ха, лошадь за мной ходит, Бьюэлла. Боже, Бьюэлл, отстань от меня. Слушайте, это проклятие какое-то с этой лошадью. Мико сказал, что когда он проедет Ван Хорн, Так что теперь он тебе приказывает? Мне приказывает Дач, как и раньше. Эти двое совсем с катушек съехали. Ты ведь слышал, что Дач убил Корнуэлла? Эй, погоди, там агенты Пинкертона. Думаю, все чисто в ходе. Так, надо было бы... Надо прямо сейчас Пинкертон нам в затылок дышит. Знаешь, начинаю думать, что ты совсем размяг, Морган. Так, надо приготовиться, мало ли что. Без ружья опять останусь. Хорошо, давай подождем здесь. Что-то за руины, что-то за город. А Нэнсберг, что ли? Ван Хорн, боже, там что-то за бомж деревня. Так, повозка будет ехать с той стороны, за Нэнсбергом. Я тут редко бываю, поэтому ужас какой-то. Остановить ее можно только вдвоем, иначе ничего не выйдет. Вот, я подумал, что ты изобразишь покойника, понял? А я разберусь с ними. Нет. Как стрелок, я лучше тебя, а ты? Ты гораздо лучше меня, как актер. Нет, ты изобразишь мертвого, а я тебя прикрою, понял? Я понял, ладно, я понял. Кажется, они едут. Я устрою славное представление. Займите позицию для нападения из засады. Но это здание я осматривал, поэтому я помню, что здесь к чему. Подождитесь, Билла, пока тот не нападет. Что мне делать? Эрик, оттащите его быстрее. Ну и место, ну и люди. Чувак сдох посреди дороги. Скорее, идиот, скорее. Ладно, давай. Да не бессмертные, блин. Один из них решил удрать. Я иду. Сломал ногу. Бывает. Давай, Артур, скорее увозим взрывчатку. Патронов нет? Так, а я чем отстреливаться-то буду? У меня ж одна. Ладно, посмотрим, получится ли у нас доехать до лагеря. И не взорваться по дороге. Хорошо, прикидываемся пьяными. Идеальная для меня роль. Я бы потом пропустил стаканчик. Всегда что-нибудь да случается, правда? Чёрт, Артур, разберись с ними. У меня 16 патронов только. Хорошо прошёл. Вообще. Как решатол. Сколько у меня выстрелов? Артур Морган в розыске. Ну чудесно просто. Я сейчас важный бил. Уезжаем отсюда. Я в розыске, оказывается. Были сбилов, но Артур Морган в розыске. Ну как обычно. Проклятие жеребца. Проклятие сзади ещё. У меня там осталось. М1 выстрел. 2. Опять сзади шутил. Тихо. У меня уже всё закончилось. Да стреляю. Лошадь убил, блин. Из-за вас. Это не Артур Морган, между прочим. Предупреждаю сразу. У меня только это винтовка, другой нет. Так, ладно, я больше никого не вижу. Так. Ох, это было опасно. Да уж. Судатся, я не был врождён, чтобы водить повозки с динамитом. А ничего, что я... в розыске. Динамит, взорвать мост. Кто это придумал? Ты видишь, в этом какой-нибудь смысл? Это отвлекающий манёвр. Он не должен иметь смысл. Понял? Смотри, там Мика. Здорово. Ну что, он у вас? Он у нас. Да, он у нас. А в чём дело, Артур? Ни в чём, босс. Джон, отгони фургон к мосту Бахус. И спрячься там. Он в самом деле, считай себя главным, иди вперёд. Мне нужно поговорить с Артуром. Отличная работа, сынок. Что происходит? Послушай. Мы с тобой не всегда ладили. Я тебя раздражаю, ты мне не доверяешь. А я люблю нарочно тебя бесить. Но прямо сейчас мне нужно, чтобы ты постарался. Хорошо, Мика, как скажешь. Артур, я не такой мерзавец, как ты думаешь. Но выживать я умею. Держись меня, тогда не пропадёшь. Да, мост — это работа для двоих. Так что иди, помоги Марстону. А почему не ты? Я же сказал. Нам с дачи нужно кое-что обдумать. Про поезд. Общая картина масштабнее, Артур. Поверь мне. Задание выполнено. Еще и на серебро что-то там выполнил. Попал в кого-то, видать. Выполните с меткостью 85%. Убить, когда солдат выстрелил в голову из снайперской винтовки. Но я в конце только ей начал стрелять. Бьюэл остался жить в лесу. Он выбрал свой путь, поэтому... Поэтому Бьюэлла мы не трогаем. Что мне надо делать? А что реально мне надо делать? А, не знаю, что мне надо делать. Все, это последний квест. Который остался у меня на карте, да? Ладно. Давайте домой в лагерь. У нас мы здесь рядом. Вот такие дела были. Все. Бьюэлла нет. Место свободное. Можем припарковаться. Привязывать не буду. Просковья непривередливые. В отличие от некоторых. Точка маршрута убрать. Так. Все тогда получается. Дальше только дач. Мост, дач, динамит, поезд. Все сводится теперь к этой точке. Ну, давайте я, наверное, оставим на следующую серию. Думаю, мы еще что-то с вами провернем. А нет. От нас только требовалось сегодня найти. Динамит. В этом деле. А вот здесь стоит Бьюэлл. Если что. Он теперь будет здесь жить. И хорошо. Подальше от лагеря. Наверное. Все, друзья. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий. Канал Шедвиль ЛПлей. До новых серий. В RDR 2. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok